Здесь первый шаг свой сделала война, здесь первый шаг свой сделала победа. Известную цитату о Брестской крепости не понаслышке знают многие белорусы, в частности жители областного центра, которые вчера собрались у северных ворот цитадели над Бугом на музыкальном марафоне «Цветы Победы». Инициатор торжества – администрация Ленинского района. Сегодня вся Беларусь ликует, потому что сегодня праздник, великий праздник, День Победы. И город Брест присоединился к той большой численности концертов и мероприятий, которые проходят у нас в стране. Это праздник объединяющий. Он объединяет семьи и объединяет весь наш народ, потому что сегодня праздник радости. Коллективы военных оркестров, творческие объединения, учреждения образования Ленинского района, а также приглашенные гости. Более ста артистов продемонстрировали свои творческие способности. В репертуаре участников разножанровые номера, все выступления приветствовались. Особенностью мероприятия стала и действующая выставка, на которой было представлено различного рода оружие, что больше заинтересовало юных участников, но и взрослые в стороне не остались. Здесь представлено вооружение, которое ежедневно используется и, скажем так, специфически. Кроме того, на этой выставке представлены образцы вооружения Великой Отечественной войны, чтобы дети могли взять, пощупать, потрогать, узнать, сколько это весит. Не обратить внимание на раритетные автомобили 60-х годов было невозможно. Уникальный дизайн, сохраненный благодаря умелым мастерам, возвращал участников праздника в середину 20-го века. Автолюбители признаются, гонять на таких авто в повседневной жизни – одно удовольствие. Мне нравятся ретроавтомобили, мне хочется, чтобы это движение у нас в Беларуси как-то возрождалось, больше приобреталось таких машин. Сегодня приехал, чтобы люди посмотрели, почувствовали то время и пофотографировались. В 74-й раз Великая Победа на белорусской земле сплотила людей разных возрастов и национальностей, профессий и социального статуса. У нас в Туркменистане тоже каждый год 9 мая в масштабном варианте все это бывает, праздник. И у нас тоже есть вечный огонь. Мы тоже туда цветы, причем живые обязательно кладем. И у нас тоже есть ветераны, которых мы очень любим, уважаем. Очень любила читать книгу. Николи не забудем или никогда не забудем. Сюда подружки шли гулять где-то. А мне все время хотелось именно читала и плакала от всего этого, что творили с людьми фашисты. Мы жители города Бреста. Для нас это очень важный день, потому что война, вы знаете, начиналась с этих границ. И в Брестской крепости погибло очень много людей. И поэтому каждый год приходим сюда. Собравшиеся на музыкальном марафоне отметили День Победы на высшем уровне. Организаторы позаботились о том, чтобы подготовить не только яркую и насыщенную, но и запоминающуюся программу. Благодаря такому масштабу удовлетворить предпочтение всех без исключения людей получилось. Такие фестивали нужны, потому что они еще раз подчеркивают значимость этого великого праздника и способствуют воспитанию патриотизма, любви к нашей Родине, у молодежи. Это преемственность, связь поколений, тех, кто воевал, тех, кто восстанавливал нашу страну после этой страшной разрушительной войны. И связь молодого поколения, которое трудится, учится уже в мирное время. Юлия Селюк, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.